Всем привет! В эфире Универ Ньюз. С вами Аделья Шамилова. Итак, главные темы дня к этой минуте. Продолжение следует... Олег Перов рассказал об актуальных на сегодняшний день трендах в сфере добычи и, кроме этого, переработке черного золота. 27 сентября в Императорском зале Казанского федерального университета состоялась публичная лекция президента Паула Лукоил в агита Олег Перова. Ваши ректоры и ваши научные сотрудники, они пытались для меня довести всю перспективу совместной работы между университетом и компанией Лукоил. Я надеюсь, что они довели, потому что здесь находятся руководители компании, и что мы, конечно, сейчас рассмотрим возможности, чтобы Лукоил инженеринга, крупная инженеринговая компания, могла бы проработать совместные проекты вместе с Казанским университетом. На открытии лекции присутствовал ректор Казанского университета Ильшат Гафуров и госсоветник Республики Татарстан Минтимир Шаймиев. Направление, которое мы выбрали в качестве приоритета, это не афигемия, оно является достаточно междисциплинарным, поэтому на каждом факультете, в каждом институте у нас есть подразделения, которые работают в этом направлении. Казанский университет имеет давние связи с инновационной компанией РИТЭ, входящей в Паула Лукоил. Когда компанию создавали, мне создавали специально, чтобы эта компания занималась инновационными методами и их тренировками в парке компании Лукоил. Вот обычно в УЗИ взаимодействуют с этой инновационной точки Лукоил, они тоже очень интересны взаимодействия. Стоит отметить, что в университете рассматривается возможность создания в УЗИ Центра повышения квалификации сотрудников Лукоила. На выступлении главы нефтяной компании присутствовали студенты естественно-научных направлений и профессорско-преподавательский состав. Диана Шилова, Леонард Влечьяров, Универньюз. Образовательная научная сфера КФУ бьет ключом, принимая очередные вызовы. В связи с этим многие задаются вопросами, закрепит ли университет свои позиции в глобальных рейтингах, кто предоставит финансирование в рамках проекта 5.100 и с чем связано увеличение заработной платы. Ответы на них были озвучены на очередном заседании ректората. Смотрим. С динамичным движением вперед, в частности инновационных технологий и разработок, стало очевидно, что развитие образовательных программ и меры по повышению позиций в рейтингах нуждаются в постоянной корректировке. На этот раз изменения в работе ожидают приоритетные проекты Министерства образования и науки Российской Федерации, позиции КФУ в глобальных и предметных рейтингах, основные структурные подразделения и инновационные проекты. По первым трем из них докладчиком стал проректор по вопросам экономического и стратегического развития КФУ. Прежде всего проректор обсудил с коллегами приоритетные федеральные проекты, в которых КФУ уже принимает участие. Здесь и программа повышения конкурентоспособности, и с другой стороны, как создание региональных центров инноваций. Приоритетный проект называется ВУЗы, как центры пространства создания инноваций. Когда разговор идет о превращении университета в инновационный центр, прежде всего мы должны вести проекты, которые продвигают предприятия, территории, региона. За каждым из приоритетных проектов решением ректората были закреплены ответственные лица – проректоры и директора департаментов и институтов. Впрочем, даже те, кого не назвали, от реализации не освобождаются. Ведь воплотить проекты в жизнь возможно только при консолидации всех возможностей университета. Особый ректор подчеркнул важность работы по популяризации науки и продвижению исследований, что вполне могут повлиять на увеличение заработной платы. Планируется, что заработная плата должна удвоиться по отношению к средней по экономике уже к 2018 году. Сейчас будут споры, потому что мы в любом случае до конца года должны и первый квартал должны выполнить указ президента Российской Федерации об удвоении. Мы еще не знаем, сколько будет средней заработной платы по республике, поскольку поднятие и нашей в том числе зарплаты, и бюджетных организаций, она приведет к поднятию общего среднего, то есть все время будет. В рамках следующего вопроса обсудили рейтинг структурных подразделений, на которые интересно было взглянуть всем. В естественно-научном блоке лидирует Институт физики, в гуманитарном блоке на первом месте Институт филологии и межкультурной коммуникации. Не упустили из виду и итоги прошедшего в Калининграде семинара совещания проектного офиса 5-100. Была названа дата, когда состоится защита КФУ для определения объемов финансирования в рамках проекта 5-100. Это произойдет 27 октября в Екатеринбурге. Следующим стал вопрос о проекте программы развития робототехники и отражении этой темы в учебных программах. С докладом выступил проректор по образователю деятельности. Я хотел бы директоров институтов представить свои соображения именно в виде такой дорожной карты по развитию, по предложениям. Все вопросы, затронутые на ректорате, требуют скорейшего практического решения. Так что, скорее всего, результаты принятых решений не заставят себя долго ждать. Аделья Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. В Казанском федеральном университете обсуждают проблемы окружающей среды. Свою деятельность начала Международная научная конференция. Что делает Университет для природы Республики Татарстан, узнаешь в сюжете Олега Кашина. 27 сентября в Казанском федеральном университете состоялось открытие третьей международной научной конференции «Окружающая среда и устойчивое развитие регионов. Экологические вызовы XXI века». 2017 год – это год экологии Российской Федерации и год экологии общественных пространств Республики Татарстан. В рамках этих событий проходит конференция. Необходимость ее проведения заключается в том, что в настоящее время наблюдается значительное изменение в окружающей среде. К сожалению, человеческая деятельность загрязняет природный баланс нашей страны. 2017 год объявлен годом экологии в Российской Федерации, годом экологии общественных пространств в Республике Татарстан. Это радует, потому что, наконец-то, наше государство осознало о том, что развитие промышленности, какая-то деятельность, она должна обязательно коррелировать, она должна быть обязательно связана с окружающей средой. Потому что, конечно, человек должен удовлетворять свои бытовые и экономические потребности, но не менее важно, чтобы он дышал чистым воздухом, пил чистую воду, имел информацию о процессах в окружающей среде. Казанский федеральный университет принимает участие не только в научных конференциях, связанных с проблемами окружающей среды, но еще участвует в субботниках, помогая нашей природе избавиться от пагубного воздействия человека. Этой весной на субботнике «Эко-весна-2017» я была вместе со студентами. Наши ребята работали на очистке кабана, наши ребята участвуют в посадке деревьев. Важно отметить, что конференция продлится до 29 сентября включительно. Олег Кашин, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Юрий Дудь посетит Нижнекамск. Блогер выступит в рамках форума журналистики и медиакоммуникации «Медиапров». Форум освещает работу журналистов в современных реалиях. В Нижнекамске пройдет первый образовательный форум журналистики и коммуникации «Медиапров». Форум представляет собой серию лекций, семинаров и мастер-классов, посвященных работе журналистов в современных реалиях. Форум будет особенно полезен представителям профессионального сообщества и также ребятам, которые обучаются вузах по профильным направлениям, по информации, которую там можно получить, начиная от того, как оформлять свои аккаунты или как работать в медиа, в принципе, да, чем это наполнять, как оформлять, а как монетизировать, на все эти вопросы наши спикеры помогут найти ответ. Попасть на форум можно бесплатно. Для этого необходимо посетить сайт mediaproof.ru и отправить свое эссе на предложенные темы. С лекциями выступит видеоблогер и журналист Юрий Дудь, главный редактор сайта Sports.ru и автор YouTube-канала «Вдуть». Его шоу на YouTube представлено в виде интервью и набирает миллионы просмотров под каждым роликом. На данный момент это самый известный интервьюер в российском сегменте YouTube. Он станет хедлайнером форума Mediaproof. Другими гостями форума станут Никита Белоголовцев, главный редактор издания «Мел», директор по развитию бизнес-издания «Лайфхакер» и многие другие. Вообще у нас получился очень молодой состав спикеров, но при этом практически каждый день к нам приходят отзывы от участников о том, что это достаточно сильный состав. Форум Mediaproof пройдет 5 и 6 октября. Артем Тупичкин, Ленар Довлетеров, Универньюс. На этом все на сегодня. Будь в теме вместе с Универньюс и не забывайте смотреть нас в социальных сетях. С вами была Аделья Шамилова. До новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok